Попыткой государственного переворота назвал случившееся в Казахстане Хасмажумар Тукаев. Об этом президент заявил на внеочередном саммите ОДКБ. Глава государства рассказал коллегам о текущей ситуации в нашей стране, отметив, что опасные угрозы предотвратили. Не обошлось без помощи миротворцев организаций. Ирина Панфилова расскажет подробнее. Внеочередной саммит ОДКБ начали с минуты молчания. Участники заседания почтили память всех, кто погиб во время трагических событий в Казахстане, которые, наверное, войдут в историю, как алматинская трагедия, заявил президент. Всего за несколько дней января страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за всю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня впервые столкнулась ОДКБ. Казахстан Жумар Тукаев в очередной раз поблагодарил лидеров стран за поддержку, соболезнования, подмогу и отметил, что все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержав Казахстан. Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка, год, два, три покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались, но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. На руку им стали мирные митинги, которые охватили регионы. Под ширмой стихийных протестов в Казахстане развернулась волна массовых беспорядков. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Имея численное преимущество, как минимум в пять раз бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Агрессия охватила одновременно 11 регионов страны. Основной удар пришелся на Алматы. Именно там сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов. На сегодняшний день коллективные миротворческие силы ОДКБ – это больше двух тысяч человек – обеспечивают безопасность аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Задействованы 250 единиц военной техники. Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода силы ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации, имеет место абсолютно неверное толкование как применения силы ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и хочу это подчеркнуть на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, заявил президент. К сожалению, это далось большой ценой. Свыше 1300 сотрудников силовых структур ранены, 16 погибли. Есть жертвы и среди мирного населения. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. Касым Жумар Токаев назвал произошедшее уроком для Казахстана, который будет полезен для всех государств-партнеров по ОДКБ. Организация получит полезный опыт, будут проанализированы узкие места, сделаны выводы и внесены корректировки в регулирующие документы. В целом хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически, произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности, считает президент. Поэтому важно и дальше укреплять мощный потенциал ОДКБ. Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих решений Совета коллективной безопасности и других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны Организаций Объединенных Наций и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых средств массовой информации, а также аналитических центров разных стран. В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны. Глава государства призвал коллег не делать поспешных выводов и заявил, что в стране будут твердо защищать право народа на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. И ни в коем случае не позволят покушаться на суверенитет и территориальную целостность государства. Ирина Панфилова, присодействитель радиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.